Всем привет! Обзор смартфона Huawei P30 Lite, модель на 4 гигабайта оперативки, 64 гигабайта встроенной памяти. Со стоимостью и наличием можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке, открываем коробку. Так, сразу у нас встречает смартфон, дальше конверт, в котором инструкции и скрепка для того, чтобы открыть симфон. Еще инструкция. В комплекте адаптер питания с выходом сверху. Адаптер питания на 2 А, кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядке. И наушники также есть в комплекте. Вот. Такие вот. С микрофоном в белом цвете. Вся комплектация. Смартфон в синим. Вот. В таком вот цвете. Сзади у него тройная камера, лет вспышка и тачка отпечатка пальцев. Материал корпуса алюминий и стекло. Спереди и сзади стекло и ременевая окантовка. На передней части дисплей диагонали 6,15 дюйма. Фронтальная камера, разговорный динамик. Также к комплектации можно отнести то, что идет сразу поклейка защитной пленки. То есть вы достаете устройство с коробки и тут сразу будет идти пленка. То есть по сути защитная, поклеена качественно. Вообще, я ничего не вижу. Ни одного пухолька воздуха. Все отлично. Окей. На правой грани кнопка включения кнопки громкости. Слева нет ничего. Сверху слот. Снизу порт USB Type-C, динамик, микрофон и джек для наушников. Давайте откроем слот. Комбинированный слот мы можем использовать устройство на 2 наносим карточки или 1 наносиме microSD карточку для расширения памяти. Габариты смартфона. Сейчас он назову габариты. Высоту 152 мм. Ширина 72 мм. Толщина 7,4 мм. Вес 160 граммов. В смартфоне установлена батарейка 3340 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки. Нет возможности беспроводной зарядки. Хорошо. Включим устройство. Оценим скорость включения. И ждем, как быстро включится устройство. Смотрим, как быстро включится устройство. Включился смартфон. Разблокируем. Дисплей здесь LTPs. Разрешение 2312 на 1080 точек. Поддерживает 10 точек касаний. Материал дисплея стекло. Давайте добавим яркости. Низкая яркость. Выключим автояркость. Сделаем яркость максимальной. Система. О телефоне. Версия Android 9. Версия UMI 9.0.1. Закрываем. Переходим. Теперь в синтетический ТЭП. Гигбайн 4. Не поставил еще Гигбайн 4. Сейчас поставлю Гигбайн 4 и продолжим. Открываем Гигбайн 4. Так. Окей. Процессор здесь используется. HiSilicon Creed 710. Это 8-ядерный процессор 4 плюс 4. Который будет на такт веществить 1.7 и 2.2 ГГц. Видеоускритель Mali-J51. Разрешение и дисплей PPA. Оперативки 4 Гигабайта. Встроенные памяти 128 Гигабайт. Также есть возможность расширения этой памяти с помощью microSD карточки. Но тут комбинированный слот. До 512 Гигабайт мы можем расширить с помощью microSD карточки. Запускаем тест процессора. Увидите уже сам результат. Результат теста. Теста процессоров Гигбайн 4. Одноядерный и мультиядерный тест. Показываю сравнение. В одноядерном тесте с другими устройствами. И в мультиядерном тесте с другими устройствами. Рейтинг конечно устаревший. Но имеем то что имеем. Лучший рейтинг будет в Antutu Бенчмарке. Там более подробно разберем. В Geekbench запустим еще тест видеоускорителя. И также видите сам результат. Результат теста видеоускорителя. Также смотрим в сравнении. Закрываем. Окей. Закрываем. Переходим к следующему тесту. Это тест Antutu Benchmark. Уже с хорошим рейтингом. Запускаем тест Antutu. Увидите уже результат. Результат теста. Antutu Benchmark 115 тысяч. Не попадаем мы в рейтинг. В рейтинге показывают только 150 мощнейших устройств на данный момент. Но сейчас посмотрим как соотносится. Соотносимся с 150 местом. В АВ-15 сейчас на топ-15 146 тысяч. И вот так вот мы соотносимся. Mi 8 SE 170 тысяч. Вот например на устройство этой ценовой категории Honor 10. Чуть подороже. 171 тысяча набирает в синтетике. Redmi Note 7 Pro. Вот 180 тысяч. Наше устройство 115. Такая вот разница. Хорошо. Закрываем Antutu Benchmark. Переходим. Давайте еще только посмотрим одну вещь. Antutu Benchmark. Сколько касаний поддерживает тач этого устройства. Тест функций. Тест мульти-тач. 10 касаний. Четко сразу определяет. Так. Закрываем. Хорошо. По безопасности можем заблокировать с помощью дачки отпечатка пальцев, которые находятся на задней части устройства. Также тут есть технология распознавания лица. И что еще хорошо, что и в этом устройстве есть NFC. Окей. Идем дальше. Теперь посмотрим на производительность в игрушке. Запустим Гарена Free Fire. И вы уже увидите игровой процесс. Загрузку, регистрацию я пропущу. Так, загрузилась игра. Есть игровой процесс. Пока работает плавно. И то, что-то типа PUBG Mobile только попроще. Весит раза в три меньше эта игра. И с ней устройство справляется вообще без проблем. Все плавно работает. В общем, в этой игрушке проблем не будет. Ну и таких типа тяжелых, но не самых тяжелых игр, будет работать нормально. В отдельном видео покажу, как будет работать самые тяжелые игрушки. Такие как PUBG Mobile и GTA San Andreas. Тут такая вот ситуация, в принципе, без проблем работает. Закрываем эту игру. И еще покажу на примере Ankyla. Увидите игровой процесс. Вот, загрузился Ankyla. Тут тоже самое. Все работает хорошо. Не тормозит, не лагает. То есть, такие вот игрушки будут работать без проблем на нормальной графике. Вот. И в отдельном видео покажу, как на этом устройстве работают игры потяжелее. Это San Andreas Pab Mobile. Закрываем. Ankyla. И теперь давайте поговорим о камере. Камера устройства тройная. 48 плюс 8 плюс 2 мегапикселя. Это основная 48 мегапиксельная. Ультра широкоугольная 8 мегапиксельная камера. И 2 мегапиксельная сенсор-бедяной камеры. Вот. По фронтальной камере устройства 24 мегапикселя фронтальная камера. Теперь я покажу вам 2 месник на основные. На основную камеру этого устройства. Выведу их на экран примера снимков. Сможете сейчас их оценить. Девушки отдыхают. И most of the body are now but not very much. Камера. Камера устройства 3 мегапикселя. 340 мАч обеспечит вам один день работы в нормальном использовании. То есть это примерно 7,5-8 часов активного использования. То есть на ночь будете ставить на зарядку, день проходите, на ночь будете ставить на зарядку. То есть обычная автономность, то, что сейчас практически есть во всех устройствах на Android. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Балки, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok